здравствуйте ай приветствую вас откуда будете город харьков меня зовут александр а я с города замаз меня зовут артур да артур о чем интересном хотите поговорить да вот хочется чисто поразмышлять как вы думаете чем это все закончится непонятно совершенно очень тяжело смотреть в будущее вот у меня так иногда даже тяжело смотреть в прошлое иногда сложно понять что происходит в настоящем а тем более очень тяжело ну для кого то может быть очень легко потому что можно безответственно что-то такое сказать и вот это самое сказал и сказал как говорится вы знаете туман войны застилает на будущее когда меня задают подобные вопросы что я вам задал я даже трудно еще ответить вот я же говорю вы знаете я только думаю что все будет зависеть от хода боевых действий но это понятно потому что там что-то можно будет решать уж исходя из хода боевых действий ну да согласен с вами но все-таки хоть какие-то там чего-то мысли есть вот как вообще вот сейчас такая ситуация какая-то ограниченная такая ну да может качнуться и туда и туда такая неустойчивая какое-то оно не равновесие но какая-то в общем такая штуковина не то что знаете даже вот неустойчиво я бы сказал немножко наверное я мое мнение не то что неустойчивое а как-то слишком все медленно но это же да это действительно вот стратегически это поражение россии потому что затягивание вот этого всего всего и надежда на то что все-таки додавить вот так вот со временем это очень плохо влияет на нас тех кто поддерживает россию ну поражение россии конечно я бы назвал я говорю просто это очень плохо на нас влияет тех кто поддерживает россию я понял вас я просто думаю думаю вот о чем так как я боевой офицер запаса я вижу данную ситуацию развития боевых действий и у меня складывается впечатление что слишком все мягко мягко а мягко это при мягкой боевых действиях потерь больше чем при актуально наступающих а какая у вас воинская специальность в какой области вы офицер разведка разведка вы знаете российская армия показала свою никчемность и с технической точки зрения по технике по тем проектам которые были запущены на которых тратились миллиарды и собственно говоря по ведению боевых действий тут конечно тогда тогда просьба поконкретней по поводу тех проект которые были запущены но не оправдали себя ну смотрите то что я вижу бронетехника танк армата что мы видим применяются т-80 вот под харьковом откуда я применяются те же т-72 т-90 все это уничтожается новыми противотанковыми западными системами где танк армата почему горят российские танкисты тогда вопрос у меня к вам если так все плохо если техника старая плохая наступательные действия не совершаются совершаются я этого не говорил слабая тогда тогда сразу назревает вопрос где же украинские перемоги с такими хорошими аппаратами из штатов германии там из других стран где она ну как же затягивание войны то что россия не смогла быстро эффективно с малыми потерями добиться каких-то результатов подождите вы меня перебиваете артур давайте я же вас выслушал хорошо хорошо просто я иначе вопрос забуду потом да забудете вопрос ну может что-то новое новый какой-то вопрос я же говорю что смотрите сопротивление россия закидывает эту войну трупами сожженной бронетехникой солдатами сержантами офицерами горит железо и трупы российских солдат ну вот массовое закидывание трупами позволяет тянуть вот эту резину российской федерации это уродство и никчемность и разворованность российской армии тогда будьте любезны если вас не затруднит для повышения образованности скажите ваши украинские как бы сказать отличающиеся боевые действия своим размахом и свои тактическим действиям ну как оборонительные действия подождите подождите секундочку секундочку я вам отвечаю хорошо я харьковчанин что я вижу никчемность действия совершенно тупые действия российских войск в попытках захватить харьков с потерями потерями личным составом бронетехники на старой технике танк т-80 но вы уже говорили об этом вы повторяли да горел как горят как спички применением тлб старых ну тигры тоже показали себя но тлб не военная техника вы в курсе что такое тлб это легко бронированный тягач а при чем тут военной техникой тягач мтлб именно это же не танк а это не танк я согласен что это тягач это тягач правильно бронированный военного назначения разве гражданскую технику надо бронировать не надо и все таки мы ушли от темы мы ушли от темы так вот удачные грамотные действия украинских военных по обороне города Харькова и тупые совершенно безграмотные действия российских военных с потерями которые пытались так сказать без внятного плана совершенно безумно вели боевые действия под Харькова но это много воды очень это конкретно вода 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 смотрите российские войска 24 числа февраля начались боевые действия 27 первая бронетехника попыталась зайти в город Харьков по какому плану они действовали совершенно безумно удалось прорваться только колесным быстрым тигром бронеавтомобилем газ тигр с американскими двигателями я в курсе что это такое с американскими двигателями вот смотрите разведчик а что это такое вы видите меня? слышите? повесло что ли? а что volver без подмечения пока точно Продолжение следует...